Пакет поправок в законодательство по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности сегодня одобрили мажелесмены во втором чтении. Спикер мажелеса Нурлан Нигматуллин подчеркнул, документ направлен на выполнение поручений главы государства по совершенствованию законодательства для дальнейшего развития бизнес-среды. А одобренные поправки создадут эффективный механизм поддержки предпринимательства. В Казахстане упрощены условия открытия предприятий, получения ими кредитов, разрешений на строительство и налогообложения. С 2020 года вводятся нормы по маркировке товаров и использованию контрольно-кассовых машин в торговле. Кроме того, депутаты ратифицировали несколько международных соглашений. Одно из них предусматривает взаимную выдачу осужденных между Казахстаном и Иорданией. Согласно статье 4 предусматриваемого соглашения сторона вправе отказать в выдаче, если у нее будут основания полагать, что в отношении запрашиваемой лица могут быть нарушены основные его права и применены пытки. В связи с этим у меня следующие вопросы. Существуют ли общие подходы в законодательствах наших стран в понимании такого понятия как применение пытки? Безусловно, при решении вопроса о применении пыток каждая страна руководствуется собственным национальным законодательством. Но более того, у нас существует конвенция организации объединенных наций против пыток и в большей степени каждая страна при решении вопроса о выдаче рассматривает рекомендации конвенции ООН против пыток. И в том случае, если даже возможно, конвенция ООН будет рекомендовать стране не выдавать в связи с тем, что там применяются пытки, в этом, как правило, эта страна берет за основу рекомендации конвенции ООН. Еще один вопрос, поднятый сегодня мажоресменами сугубо патриотически. Депутаты предложили снять фильм о спасении казахстанцев из Сирии. Запрос был отправлен премьер-министру страны. 9 января глава государства сделал заявление об успешном завершении уникальной операции ЖУСАН. Из Сирии на родину вернулись женщины и дети, граждане Казахстана, оказавшиеся заложниками у террористов. По мнению депутатов, для патриотического воспитания молодежи необходимо создавать отечественные фильмы. Тем более, что в Казахстане принят первый отраслевой закон о кинематографии. Выделяются значительные средства для киноиндустрии, создаются условия для повышения качества и конкурентоспособности. казахстанского кино. Инициируя подобный акт милосердия и гуманизма, президент проявил беспрецедентную заботу и внимание к судьбам граждан Казахстана, независимо от их местонахождения. Уникальная операция стала возможным прежде всего благодаря международному авторитету главы нашего государства, признанию его активной всесторонней миротворческой деятельности. Проведенная по поручению президента операция по спасению казахстанских граждан вполне может служить великолепным сюжетом для создания высокохудожественных фильмов по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в год молодежи. В связи с чем предлагаю поручить по госзаказу создать остросюжетный художественно-документальный по содержанию патриотический полнометражный фильм на основе операции ЖУСАН.